Медиагруппа «Авангард» представляет Добрый день, уважаемые зрители БИС-ТВ. Мы начинаем нашу игру, первую интеллектуальную игру по информационной безопасности. И тема сегодняшнего выпуска – это регуляторы, спецслужбы и всё, что крутится вокруг этой темы. Это не значит, что мы будем говорить только о том, что происходит внутри спецслужб, тем более, что информация зачастую является секретной, а у многих из нас допусков нет, мы все ещё хотим встретить Новый год в кругу семьи. Поэтому у коллег, которые являются либо действующими, либо бывшими сотрудниками, просьба не разглашать ничего, то, что вы знаете по долгу службы. Правила достаточно простые, у нас три раунда. Первые два раунда по 30 вопросов. Разбиты на шесть категорий каждый из раундов. В первом раунде у нас вопросы начинаются от 100 и Б баллов. Во втором раунде сумма удваивается. Генеральным партнёром этого выпуска игры является компания Ростелеком Солар. И мы благодарим её за материальную поддержку нашей интеллектуальной игры. Надеемся, что вы сможете продемонстрировать не только свою материальную мощь, но и интеллектуальную. И сейчас я прошу представиться командам, начиная с победителя прошлой игры, команды Stakeholders и её капитан Лев Шумский. И общий стаж участников команды в области информационной безопасности 53 года. Вторая команда у нас команда генерального партнёра компании Ростелеком Солар. Её капитан Олег Седов. Команда называется Соковыжималка. Стаж команды 27,75 лет в информационной безопасности. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. И третья команда анти-АПТ групп, капитан команды Денис Батронков. И общий стаж работы членов команды в информационной безопасности 78 лет. Да, такое бывает. Среди них есть пенсионеры и даже дедушки. На этом предисловия закончены, и мы начинаем нашу игру. Мы начинаем первый раунд нашей игры. У каждой команды по 0 баллов на счету. И мы будем смотреть, как изменится это число в процессе нашей игры. Право выбрать первый вопрос у нас принадлежит команде с наименьшим стажем в области информационной безопасности. Итак, Олег. 200. Ну попробуем в преддверии праздника ФСБ-200. ФСБ-200. Сейчас хорошо. И как бы небольшое замечание. Не уверен, что ФСБ это хорошо. Кому как. С тобой потом поговорят на выходе. У нас есть категория спонсора. Это вопросы, сразу хочу предупредить. Подготавливались не командой Ростелеком Солар, поэтому никакого подвоха здесь нет. Они также увидят эти вопросы первыми, как и все зрители, все участники. Но это отдельная категория, которая показывает материальную мощь компании Ростелеком Солар, помогающей интеллектуальной игре наша игра. Итак, ФСБ-200. Номер центра ФСБ, за которым скрывается ЦИП ФСБ. Так, команда анти-АПТ-групп. 16-й. 16-й, ответ неверный. Так, желающих ответить нет. Все не хотят уходить в минус. Поэтому правильный ответ будет 18-й. Олег, у вас право выбора следующего вопроса. ФСБ-300. Первый руководитель специального шифровального отдела АГПУ СССР. Сразу говорю, что вопросов много. Они, в том числе и на историю наших спецслужб и наших регуляторов, и на кругозор, и местами на сообразительность. Есть вопросы с подвохом. Если, как бы, вы ответа не знаете, можете не отвечать, как бы. Вообще, я думал, Матюхин, но я не уверен. Ну, видимо, ответа не будет. Бокий, Глеб Иванович, собственно, первый руководитель шифрослужбы. Следующий вопрос. Олег, вы продолжаете выбирать. Повышаем градус той же графе, выбираем ее ФСБ-400. ФСБ-400. Что было создано 20 декабря, что этот день считается днем работников органов безопасности? Денис. ВЧК. Ответ верный. Итак, у нас с почином первый правильный ответ. Денис, теперь к вам переходит право выбора вопроса. Мы решили переключиться немножко в СТЭК-300. В СТЭК-300. Как расшифровывается ПД и ТР? Команда. Соковыжималка. Противодействие иностранной технической разведке. Да, ответ верный. Дальше, Олег. Дальше, что вы делаете? ФСБ-500. ФСБ-500. Кто является директором от КЦКИ? Сейчас будет неприятно. Так. Ивашка. Ответ верный. Ивашка. Андрей Михайлович. Ивашка за 500 у нас был, да? Да. Это не я сказал. Я уточнил, ты подтвердил. Нет, я промолчал. Итак, Олег. Закрываете ФСБ? Конечно, да, закрываю. Не я это сказал. Первый начальник управления компьютерной информационной безопасности ФСБ России. Ответа. Нет, команды думают. Так. Дмитрий Костров считает на пальцах. Кто же у него был начальником? Так, ответа нет. Мирошников. Борис Николаевич. Многим он известен лично. Итак, Олег. Разобьем от спонсора. Продолжаем. Попробуем от спонсора за 300. От спонсора за 300. Кто из регуляторов первым в России провел киберучение? Ну, по открытой информации, разумеется. Банк России. Ответ неверный. Так, Лев. Рискнем. Минкомсвязь. Ответ верный. Минкомсвязь, 2014 год. Лев, продолжаем. Давайте от спонсора 200. Кто отвечает за сертификацию системы обнаружения атак в России? Так. Денис. Стэк. Ответ неверный. Так, Олег. В нашей версии ФСБ. Ответ верный. Здесь есть, да, нюанс. Обнаружение вторжения, обнаружение атак. Требования по сертификации системы обнаружения атак у ФСБ существует уже лет 10. Итак, следующий вопрос, Олег. Спонсор за 100. Спонсор за 100. Финцерт, центр мониторинга противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере. Какого государства? Олег. Россия. Ответ неверный. Вопросы с подвохом. Смотрим внимательно. Отвечаю. Так, Денис. США. Ответ неверный. Так, Лев. Швейцария. Что? Швейцария. Ответ неверный. Есть Беларусь, которая недавно создала ровно эту организацию. Ровно в таком написании. Потому что в России пишется ровно русскими буквами, хотя и звучит ровно так же Финцерт. Ну, давайте спонсору за 400. Убьем спонсора окончательно. И по делу. Сколько корон на эмблеме ФСБ? Швейцария. Так, Денис. Две. Две. Ответ неверный. Так, кто был сейчас? Олег. Да. Три. Ответ неверный. Так, Лев. Ни одной. Ответ неверный. Шесть. Если вы посмотрите, у нас три корона неявные, и три на скипетре. Да, вот такие вопросы за 400 от спонсора. Так что... А спонсор это вы, Олег, да. Итак, Олег, я так понимаю, 500. Не я это сказал. Но я не хочу вдавить на вас. А уже. Понял. Эксперты спецслужбы какого государства первыми разработали криптографию с открытым ключом? Лев. США. Ответ неверный. Олег. СССР. Ответ неверный. По крайней мере, по открытым данным уж точно нет. Великобритания, это был 70-й год, закрыто исследование, как бы, Центра правительственной связи Великобритании, и только спустя много лет, как бы, эта информация стала достоянием гласности. То есть, до американцев это было открыто. Итак, Олег, вы по-прежнему лидируете по количеству вопросов, которые вы открываете. Роскомнадзор, 200, для разминки. 200. Кто является федеральным органом исполнительной власти, ответственным за формирование госполитики в области обработки персональных данных в России? Денис. Роскомнадзор. Ответ неверный. Так, Лев. Встык. Ответ неверный. Встык. Как-то сегодня так тяжело идет. Все-таки не любят у нас регуляторов, не знают их. Прошлая игра про соки. Было больше положительных ответов. Так, команда соковыжималка. Мы тактично пропускаем этот ход. Да, ответ правильный Минкомсвязь. У них это прямо записано в положение регуляторе, о министерстве. Я не обслуживаю. Олег, продолжаем. 300. Роскомнадзор. Да. Кто возглавляет управление по защите прав субъекта в персональных данных Роскомнадзора? Можно картинку нарисовать? Я боюсь, она обидится. Приезжая Антонина Аркадьевна, которая возглавляет уже много лет направление. Опять нам водить? Да, вы вышибаете все вопросы. Но 100 для слабаков, поэтому за 400. Роскомнадзор. Как назывался Роскомнадзор в самом начале формирования законодательства по персональным данным в России? Команда, у которой больше стаж в области информационной безопасности, должна помнить. Ответа нет. Россвязь, охрана культуры. Да, вот такие вопросы. Чуть было не сказал Осо Виахим. И ты был бы почти прав, да. Итак, Олег. Давайте вскроем Банк России. Звучит красиво, но давайте начнем с 200. Банк России 200? Да. Есть такая купюра, да. Сколько лет просуществовала ГУБЗИ Банка России? Лев? 25. Ответ верный. Лев? Банк России 300. С какой даты кредитные организации должны обязательно уведомлять Финцерт об инцидентах информационной безопасности в рамках перевода денежных средств? 2П. Когда вышло? А я не помню. Не все подключены, поэтому следующий год все ральков. Нет. Это, пожалуй, единственный вопрос, где надо точно указать дату, включая месяц и день. Все остальное гораздо проще. С 1 июля 2018 года вступление силы 382П. Последняя редакция. Так, Лев? Банк России 400. Банк России 400. Какое количество некредитных финансовых организаций планируется подключить к АСО и Финцерт в обозримом будущем? Ну и дать варианты ответа из тех, что представлены на экране. До тысячи, от тысячи до десяти тысяч, от десяти тысяч до двадцати пяти, до пятидесяти и более пятидесяти тысяч. Информация публичная была опубликована в последнем отчете Финцерта. Так, ну, коллеги, тогда переходим. Ответ. Более двадцати тысяч. Продолжим. Банк России 500. Банк России 500. Как называется система Банка России, управляющая данными о мошеннических операциях? Денис. Антифрод. Ответ неверный. Лев. Фид антифрод. Ответ верный. Лев. Давайте Банк России закроем. Хорошее предложение. В каком году появилась первая версия Стобра? Лев. 2006 год. Это неверно. Ты уже сам понял, да? Давайте начнем. Нет, мы за 100 тысяч. Сейчас 18. У нас поровну. 2004. Лев. Прошу выбрать категорию и сумму. Я, Яна Тюрлих. Давайте в стек раскупорим за соточку. Смело. В каком году гостекомиссия была преобразована во в стек? Олег. 2004. Верно. Олег. Ваше слово. Нормативно-правовый. Раскупорим. Вот мы не понимаем, что такое НПА, часть первая. Нормативно-правовой акт. Нет, Алексей, мы это поняли. Мы не понимаем, что это часть первая. Значит, будет часть вторая. 200. 200. Какой НПА требует обязательную сертификацию средств защиты персональных данных, но при этом не применяется на практике? Он ДСПшный, но про него все знают. Должны все знать. Денис. 330. 330. Что 330? 330 приказ в стек. Ответ неверный. Денис, ты был в правильном направлении. Это 330-е постановление правительства. То есть это не приказ в стек. Олег. Повысим градус. То же самое за 300. Какой закон регулирует функционирование системы фит-антифрод Банка России? Можно номер, можно название. Нет, нет. Так, ответа не будет. 167-й федеральный закон. Так, коллеги. Взбодритесь, пожалуйста. Как-то мы идем не в ту сторону. Итак, Олег. Нам понравилась эта рубрика. На нее так много вариантов ответов. Повысим градус за 400. 400. Есть ли у ФСТЭК документы по защите коммерческой тайны оборудования с числовым программным управлением? Так, Олег. Нету. Ответ. Неверно. Есть. Ну, в общем, да. Такие вопросы с подвохом. Они в прошлый раз встречались. Один такой вопрос. Был в этом тоже один. Но мы его дождались. А, да, вы его дождались. Это не сильно, правда, помогло. Но. Итак, Денис. Ваше слово. ВСТЭК 200. 200. Скромно. Назовите любой из трех гражданских вузов, которыми первыми начали готовить специалистов по защите информации. У вас фальстар Денис. Вы лишаетесь права слова. Олег. Мифи. Вот видишь. Правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так. Олег. Мы. Что выбираем? ВСТЭК. Без разницы. Ну, давайте продолжим тему ВСТЭКа за 400. ВСТЭК 400. Почему ВСТЭК подчиняется Министерству обороны? Вопрос такой. С подвохом, но на сообразительность скорее. Вот здесь главное суть уловить. Исторически. Исторически. Потому что преемницы гостей комиссии исторически, да. Я прямой ответ. Давайте. Вы вышли за минус. Ес. А давайте вСТЭК 500. СТЭК 500. Кто был первым председателем гостей комиссии СССР? По просьбе Артема Зубкова. Чуть перефразировал вопрос. Агарков. Николай Васильевич. Маршал за министра обороны. Лев. Лев. НПА за 500. За 500. Кто разрабатывает нормативно-правовый акт, обязывающий резервировать деньги на покрытие ущерба от инцидентов информационной безопасности? Лев. Рискнем. Банк России. Ответ верный. Да, такой нормативный акт планируется впервые, наверное, в российской истории. Лев. Закроем НПА за соточку. Имеет ли право вСТЭК разъяснять положение ФСЗ-187? Денис, фальстарт был опять. Я еще не закончил читать вопрос. Вы нажимаете кнопку. Олег. Имеет. Ответ неверный. Лев. Ответ очевидный – да. Вам везет на такие вопросы второй раз, да. Так, Лев. Роскомнадзор. Что? Пятьсот. Пятьсот. Гулять так гулять. Какой новый тип данных будет регулировать Роскомнадзор в 2019 году? Олег. Биометрия. Ответ неверный. Хотя он вам ближе к вашему папе. Лев. Рискнем. Сопутствующие данные или там большие данные, бигдата? Ну, я приму этот в ответ. Большие пользовательские данные. Да. Итак, ваш выбор. Ое. За соточку. В каком году был принят закон о персональных данных? Денис, у вас фальстарты. Не нервничайте так. Лев. Дайте-ка вспомнить. 2006. 2006 ответ верный. Итак, уважаемые зрители. Мы завершили первый раунд. Стейкхолдерс лидирует со счетом 1300 и баллов. Остальные две команды анти-АПТ группы соковыжималка делят второе место со счетом минус 1000 и баллов. Эмоции, конечно же, положительные. Такого рода игры помогают объединить людей. Культ информационной безопасности, он таким образом поддерживается и развивается. Задумка отличная, тем более в стиле игры. Это вообще классно. Игра на самом деле потрясающая. Самое главное, и всем это понравилось, были сложные вопросы. Вопросы были все-таки тяжелые. Намного сложнее, чем в первой игре. Простые вопросы были бы неинтересны. Вопросы, которые были 50 на 50, дали нет. Они вызывали наибольшее количество эмоций. Была борьба, было соревнование, было интересно. Уважаемые друзья, начинается второй раунд нашей игры. По итогам первого раунда больше всего очков у команды Стейкхолдерс. И именно ей принадлежит право начать второй раунд. Начнем с конца. Не наши тысячи. Не наши тысячи. Как называется национальный регулятор стран Евросоюза в области персональных данных? Data Protection Authority, DPA, в рамках GDPR, к которому многие из вас подпадают. Итак, следующий вопрос, Лев. А другие наши тысячи? Другие наши тысячи. Какой регулятор уполномочен устанавливать требования по защите сетей связи от несанкционированного доступа? Денис? Минсвязь. Ответ верный. Минкомсвязь. Денис? Ваше слово? Ну, нам понравилось в той же категории 800. Другие наши 800. Продолжите ряд. ВТУ, АВКУС, ВИПС, Академия ФАПСИ, Академия спецсвязи России и... Академия ФСО? Академия ФСО, да, знакомый вопрос. Он удачно попался. Дальше, Денис. Мне понравилось 600. Кому принадлежит девиз «Скрытно для пользы»? Ответа не будет. Восьмое управление Генштаба вооруженных сил. Итак, Денис? Другие наши 400. Имя хакера, взломавшего Демократическую партию Соединенных Штатов Америки, действовавшего по версии Соединенных Штатов Америки, по указанию Главного разведывательного управления. По версии, подчеркиваю. Вот, затыщу, это вопрос был бы нормальный. Это Гучефер 2.0. Итак, Денис? Другие наши 200. Какой президент подписал основы госполитики в области безопасности АСУТП критически важных объектов Российской Федерации? Да, вариантов немного, я согласен. Олег? Олег? Я считаю, что Медведев. Ответ верный. И вам переходит право выбора категории и номинала. История 600. История 600. История 600. Регулятор в кавычках в то время создан Иваном Грозным в 1549 году, в котором были созданы первые криптографические службы. Именно с этого года идет отсчет истории криптографии. Олег? Опричнина. Ответ неверный. Лев? Тайный приказ. В данном случае ответ я зачитаю как некорректный, неверный. А ведь многие здесь криптографы. Какой приказ? Тайный приказ. Тайный приказ. Дима. Как самый старший из присутствующих здесь дам. Посольский приказ. Итак, Олег. Ну наши любимые скандалы, их за 400. Скандалы 400. Псевдоним революционера Фрунзе, совпадающий с фамилией сотрудника ФСБ, обвиненного в раскрытии госстайны. Так, Лев. А риск в нем. Скрипаль. Неожиданно неверный ответ. Вот совсем. Итак, ответа не будет. Михайлов. Скандалы 600. Скандалы 600. Название хакерской группировки, взломавшей АНБ в 2016 году. А, нет, кто тут взломал. Я понимаю, что сейчас никто не признается. Но все-таки, хотя бы название. Так, Денис. Shadow Brokers. Ответ верный. Денис. Скандалы понравилось. 800. Скандалы 800. Скандалы 800. Скандалы 800. Какую организацию пытались взломать, в кавычках, сотрудники ГРУ в апреле 2018 года, за что их экстрадировали в Российскую Федерацию? ВАДА. Олег. ВАДА. Ответ неверный. Ответ неверный. Это точно верный, грязь голландии. ОСХО. Что? ОСХО. ОСХО. Ответ верный. Организация по защите, запрещению химического оружия. Лев. Скандалы 1000. Скандалы 1000. Фамилия хакера, работавшего на иностранную спецслужбу и планировавшего внедриться в УКИП ФСБ. Абсолютная тишина в зале. Все задумались, как же так. Как же мы такое пропустили. Так, ответа не будет. Ответ Павел Ильин. Прибалс. Который более 10 лет назад пытался внедриться в то, что сейчас называется ЦИБом. Но безуспешно. У вас была такая версия, Лев? Итак, Лев. Ну, закроем скандалы за 200. Закроем. Бывший сотрудник ЦРУ, украшивший секретный документ АНБ Фальстар Денис. Лев. Фамилия выскочила. В очках такой товарищ. Так, коллеги, вы теряете право, к сожалению. Сноуден. Сноуден, да, ответ верный. Ну, коллеги, как бы... Я помнил его. Олег, честное слово. Разная тысяча. Разная тысяча. Является ли русский язык официальным в международной организации по стандартизации? Скорее всего, да, потому что... Да, Денис? Два варианта, да, мы выберем нет. Ответ неверный. Так, кто балл? Да. Да, ответ верный. История за тысячу. История за тысячу. В каком году была основана гостей комиссия СССР? Денис? 1973. Да, ответ верный. Денис? Давайте разное 400. Разное 400. Назовите страны, входящие в альянс разведок «Пять глаз». Денис стал загибать пальцы. И Дмитрий стал загибать пальцы. Канада, Великобритания, США, Новая Зеландия, Австралия. Ну, разное 600. Разное 600. Организация, стоящая на одном уровне СНБ во всем, кроме масштаба, по оценкам экспертов. Зарубежных экспертов, подчеркиваю, здесь как бы понятно, что это цитата. Среди команд есть представители компаний, которыми руководят выходцы из этих структур. Итак, это подразделение 8200 израильской армии. Денис, надо знать. Итак, Денис. Ну, разное 800. Кто определяет единые стандарты по криптографии в СНГ? Буквально две недели назад были выбраны единые стандарты по криптографии для всего СНГ. Итак, ну, ответа не будет. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. И вот как раз они приняли две недели назад российские ГОСТы как стандарты в СНГ. Денис. Давайте по Историю 400 выберу. История 400. А еще не 800. Кому этот логотип принадлежал? Не вам. Не вам, да, я согласен. В логотипе есть ответ, кстати, сразу скажу, если приглядеться. Лев. Предположу, генштаб. Что генштаб? Восьмой генштаб. Я не приму этот ответ, прошу прощения. Отчетов. Ну, даже восьмого генштаба не существует. У нас один генштаб. Итак, ответа не будет. Это восьмое управление генштаба, которое занимается, собственно, защитой информации в Минобороны. Восьмой генштаб вы сказали. Восьмой генштаб прозвучало, коллеги. Я поэтому и как бы уточнил вот этот тонкий момент дальше. Денис. Ну, давайте. История 800. История 800. Регулятор, в кавычках, судя по времени, организовавший черные кабинеты прообраза современных DLP-систем, которые занимались перлилестрацией. В те времена, когда были созданы черные кабинеты. Нет, это почта. Восемнадцатый век отвечала, собственно, за перлилестрацию всей переписки в Российской империи. Денис. Разная двести. Международная организация по стандартизации, разрабатывающая стандарты по безопасности АСУ-ТП. Денис. МАГАТЭ. Что? МАГАТЭ. Ответ неверный. Видимо, ответа не будет. Это Международная электротехническая комиссия, ЕК. МАГАТЭ занимается разработкой рекомендаций и только по ядерной тематике. Давайте не наши 400. Не ваши 400. Как называлась серия документов, раскрывающие секреты ведения кибервойн ЦРУ и опубликованные в Викиликс? Так, Денис. ВОЛТ-7. ВОЛТ-7. Ответ верный. Денис. Нам нравятся. Не наши. 600. Вам нравятся не наши. Мы так и запишем. Регулятор, первоначально располагавшийся в Блэйдшли-парке. Так, ответа не будет. Центр правительственной связи Великобритании. Взлом Энигмы, там работал Тьюринг, достаточно активно упоминалось в различных даже голливудских фильмах. Итак, Денис. Не наши 800. Не ваши 800. Как сотрудники АНБ называют свое руководство в целом? Сейчас будет кому-то неудобно называть ответ. Алексей тебе, видимо. А я знаю ответ, да. Меня уже обвиняли в таких грехах, что одним больше, одним меньше. Ответа не будет. Называют ее девятый этаж. Собственно, по названию этажа, где сидит все руководство АНБ. Последний этаж здания. Денис. Добьем не наши 200. Регулятор по информационной безопасности Евросоюза расположен в Гераклионе, Греции. Так. Не жмете. Хотя у вас звучал правильный ответ. Это Ениса. Итак. Ну, история 200. История 200. Что было создано 5 мая 2021 года? Дима, ты должен сжать кнопку уже. Итак, ответа не будет. Собственно, спецотдел ЦК, который является первой криптографической службой в Советской России. 5 мая, день шифровальщика. Для многих, да, Дим, профессиональный праздник? Значит, НПА, часть 2 тысячи. НПА, часть 2 тысячи. На чье имя отправляются результаты категорирования объектов критической информационной инфраструктуры? Нет, это прям имя не указано. С кем? Коллеги. Из Ростелеком, Солар. Вы здесь одни из немногих субъектов КИИ. У слейхолдеров, правда, тоже есть папа, который является субъектом КИИ. Так. Олег. Лютиков. Лютиков ответ неверный. Вопрос был, на самом деле, с подвохом. Имени нету. Ни на чье, да. Центральный аппарат в СТЭКе просто. Дальше. Денис. Продолжай. 800. Знаешь, из какой категории? 800. Попадают ли ДЛП под новое определение спецтехсред для негласного съема информации, предложенного ФСБ в недавнем законопроекте? Разработчики ДЛП должны ответить на этот вопрос. У нас нет. Они должны рисковать. И что характерный, ответ бинарный. Да, Лев. Попадают. Ответ верный. Да, Лев, дальше. Давайте. Такая активная борьба. 600. За лидерскую позицию. Кто разрешает экспорт средств криптографической защиты информации за пределы Российской Федерации? Лев. В СТЭК. В СТЭК. Ответ верный. НПА-400. Ну, в принципе, уже да. Я думаю, это просто слишком учили. Уже да. Хотя. Итак, это вопрос лайк. Количество баллов выбираете не вы, а выбираются пропорционально количеству лайков, которые набрала запись предыдущей игры. Которая, собственно, выложена на канале YouTube без ТВ. Пропорциональное число у нас сегодня равняется 1950. Кто имеет право осуществления надзора за защитой сетей связи от несанкционированного доступа? Ну, там связь. Я думаю, это связь. Сети связи. Сети связи. Давай разкнем. Давай разкнем. Ну, давай. Ничего, сколько. Давай накопим связь. Коллеги из Ростелекома, и папа, и ребенка задумались. Так, Олег, это ваш, да? Наша версия Минкомсвязи. Ответ неверный. Минкомсвязь не является органом контроля надзора. Так, Ростелеком, папа. Ну, хотя, да, такой, можно, да, рисковать не будете, я понял. Ну, ответ, в общем-то, Роскомнадзор. Это как раз та единственная область, где Роскомнадзор надзирает именно за безопасностью. И? Ну, 200. 200. Кем введен в действие ГОС-57-58-0.1? Лев. Удивительно, но факт, это Банк России. Ответ неверный. Росстандарт. Центральный банк его разработал, а ввел его в действие именно Росстандарт. Вопрос был с подвохом. Уважаемые зрители, окончен второй раунд. Победителем по итогам второго раунда у нас является команда Stakeholders. Со счетом 2100 баллов. Второе место занимает команда Anti-APT Group со счетом 1600 баллов. И третье место занимает команда Soko-выжималка со счетом 4150 по модулю. Но оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет самое интересное финальный раунд. Интрига держалась до последнего момента. Интрига была до самого последнего вопроса. Мне кажется, это было очень весело. Мы получили огромное удовольствие от игры. Я размял мозг. И эмоции совершенно потрясающие, потому что мы давно не сдавали тут все экзаменов. Это было для нас такое открытие. Ёлки-палки, у нас мозги работают, значит все нормально и можно дальше играть. Мне очень понравилось. Мне понравилось, как отвечали команды. Мне понравилась поддержка зала, то, что от нас шло командам. Хотелось бы, чтобы гораздо больше было таких мероприятий. Крайне необходима именно популяризация этой сферы. Игра мне понравилась и спасибо всем большое за участие. Уважаемые друзья, ставьте лайки, чтобы повлиять на ход этой игры. Именно от вашего голоса будет зависеть, сколько баллов мы дополнительно разыграем в следующем выпуске. Вы смотрите Без ТВ, и мы подошли к финальному раунду, в котором участвуют только те команды, которые набрали положительное количество очков. Они могут делать ставки на сумму, не превышающую сумму баллов на их счетах. И разыгрывается всего один финальный вопрос. Есть небольшая интрига. Дело в том, что у генерального партнера данной игры, компания Ростелеком Солар, есть право помочь какой-либо из команд суммой в пределах тысячи баллов, либо разделить их между командами. Поэтому я сейчас хотел бы пригласить Олега Седова, как представителя уже Ростелеком Солар, не как капитана команды, который озвучит свой вердикт, как будут распределены спонсорские тысячи баллов. Мы хотели помочь командам, которые выходят в финал. 250 добавляем синим, и 750 лотером. Поровну. Джентльбены, у вас равные шансы. Удачи! Большое спасибо. Да, это интрига. В прошлый раз ее не было. Сейчас, соответственно, у нас уравниваются баллы, поэтому перед вами будет стоять непростая задача. Категория вопроса «Разные». Поэтому пишите вашу ставку и название команды. Я хочу напомнить, что баллы суммируются по итогам всех игр, поэтому от того, сколько команды сейчас укажут ставку, будет зависеть их финальная судьба. Голосование 4 за 1 против. И Денис принимает волевое решение по своей ставке. Итак, внимание, вопрос. Готовьтесь обсуждать его внутри своей команды. Что общего в эмблемах 8-го управления Генштаба, которую я показывал, и эмблемы Агентства национальной безопасности? Соответственно, сейчас у вас идет 60 секунд. Торопиться отвечать не надо, от скорости ничего не зависит. Можно. Мне кажется, мы громкого-то сказали. Легко. Легко. Существует любую. Легко. И насчитывая. Агентство национальной безопасности. В ключе? В ключе. В ключе. В ГШ. Англали. В ключе. В ключе. Так и будет АНБ, агентство. Анна сразу начала гуглить. Фарид начал гуглить. Мы следим за всеми. Время, коллеги. Давайте в контур-страке поднимем за руку. Итак, коллеги, я прошу у капитанов команд назвать свои ответы. Денис, наш ответ ключ. Так, команда стейкхолдерс, наличие аббревиатуры. Наличие аббревиатуры. Правильный ответ ключ. Команда стейкхолдерс делает ставку в размере 1355 и баллов. И команда анти-АПТ групп ставка 1000 баллов. Что означает, что победила команда анти-АПТ групп. С чем мы ее и поздравляем. Это была такая действительно интрига. За что мы благодарим генерального партнера данной игры. Впереди нас ждет еще как минимум две игры с различными командами. Пятая игра финальная. Я приглашаю к награждению Дениса Батронкова, капитана команды анти-АПТ групп. А эта игра завершена. Большое спасибо, что следили за нашей игрой. Мы напоминаем, что партнером этого выпуска является компания Ростелеком Солар. И мы благодарим коллег за поддержку нашей интеллектуальной игры. До новых встреч на канале БИС-ТВ. БИС-ТВ. БИС-ТВ.